Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия На конкурсной основе отобрал 48 регионов, которые в этом году смогут провести конкурс для бизнеса среди проектов в туризме на грантовую поддержку. В частности, 44 региона получат около 3 миллиардов рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов в регионах, в число которых вошла и Карачаева, Черкесия. Победители этих оригинальных конкурсов получат гранты от государства в размере от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Суммарно в текущем году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на более чем 5 миллиардов рублей. Новые меры по обеспечению безопасности на дорогах республики необходимо разработать и реализовать. На этом акцентировал внимание глава Карачаева Чекеси Рашид Тимрезов во время последней сессии Народного собрания республики в прошлую пятницу. В числе предлагаемых мер усиление дорог камерами фото и видеофиксации, усиление штатными единицами сотрудников ДПС для патрулирования на дорогах интенсивного движения, контроль за выпасом скота, а также улучшение качества подготовки водителей. Дополнительные меры необходимо ввести для уменьшения количества ДТП в регионе. Их число выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, рассказывает военный комиссар Карачаева Чекеси Сергей Белобородов. 30 марта президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписан указ номер 220 о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года и об увольнении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. В республике более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. Военным комиссариатам и командирам на местах дали указание о том, что призывники не будут принимать участие в специальной военной операции. Чаще всего наших ребят определяют для прохождения военной службы в Южном военном округе. Следует отметить, что вторая волна мобилизации не входит в планы Генштаба. Военнослужащих для выполнения поставленных задач на сегодняшний день хватает, рассказал военный комиссар республики Сергей Белобородов. Согласно указанию президента Российской Федерации, приказу министра обороны, наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территории Российской Федерации, не на новых территориях. И в пунктах постановой дислокации. Особое внимание всем и военным комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким прилогом попасть для участия в специальной военной операции. Атаман Баталпашинского казачьего отдела Валерий Дедук передал от Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе региона спецтехнику в подразделения в зоне проведения специальной военной операции, где проходят службу казаки. В ближайшее время посылка будет доставлена казакам-добровольцам из Карачао-Черкесии, выполняющим боевые задачи на территории новых субъектов страны. Карачао-Черкесию посетили представители Федерального Минспорта, а также крупные инвесторы, готовые вложиться в спортивную инфраструктуру республики. Гости обсудили с коллегами из правительства региона условия партнерства, а также планы взаимного сотрудничества. Как стало известно, в ближайшее время в Карачао-Черкесии на условиях государственного частного партнерства будет построено два крупных спортивно-оздоровительных комплекса. Тему продолжит министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Стоит отметить, что в последнее время мы уделяем большое внимание этому вопросу совместно с федеральными органами исполнительной власти, муниципальными. На сегодняшний день одним из механизмов развития спортивной инфраструктуры Российской Федерации является механизм ГЧП. Государственное частное партнерство в настоящее время очень популярно в России, вызывает огромный интерес у публичных органов и отечественных компаний. Государство стремится создать возможность для участия частных инвесторов в проектах на принципах ГЧП. Цель данной политики – привлечь прежде всего частные инвестиции, а также управленческие опыты и технологии для развития инфраструктуры. В Карачао-Чекесии стартовал второй тур вакцинации против полиомелита. Продлится он до 9 апреля и коснется детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. Первый тур дополнительной иммунизации прошел в республике успешно. Региону удалось достигнуть самого высокого уровня охвата вакцинации от полиомелита среди республик Северокавказского федерального округа. Максимально ответственными за здоровье своих детей оказались жители Урубского района. К слову, на бесперебойное проведение первого тура дополнительной иммунизации повлияло и то, что вакцина в регионе имелась в достаточном количестве. В Минздравом Карачао-Чекесии было приобретено более 80 тысяч доз живооральной полиовакцины и 6 тысяч инактивированной. В республике имелся запас из более чем 16 тысяч доз пентоксима. Кстати, ко второму туру вакцинации могут присоединиться даже те детишки, которые не прошли первые. Об этом сообщила консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения республики Мадина Бастанова. То, что первый тур не прошли, это не значит, что нельзя проводить второй тур. Мы всем будем рады, конечно же. И абсолютно в планном порядке идут к своему участковому доктору, либо в организованных коллективах, либо дошкольных, либо школьных. И мы, соответственно, по индивидуальному графику будем проводить вакцинацию. Индивидуальному графику имеется в виду или инактивированной, или живой оральной полиомиелитной вакциной в связи от умного статуса ребенка. Второй тур вакцинации будет проводиться точно так же, как и первый, по месту образовательных учреждений, дошкольных учреждений и, естественно, в медицинских организациях. Разобщение детей, оно, конечно же, будет проводиться для тех детей, кто не привит три и более раз. Для тех детей, кто привит три и более, разобщения, естественно, их касаться не будет. Сейчас возникают вопросы, если ребенок уже привился дважды, то есть в первый тур он привился второй раз, а вот сейчас третий, а будет вакцинация, будет ли разобщать? Нет, уже разобщать не будут, потому что третий раз он уже привит, и он будет допущен коллектив. Но если он будет делать второй раз, все-таки разобщение будет еще соблюдаться. Париклиника Малокарачаевска центральной районной больницы продолжает преображаться. На сегодняшний день выполнено 84% из запланированных работ по реконструкции здания. Завершается внутренняя отделка помещений и разводка внутренних инженерных сетей. После приступят к часовой отделке и оснащению необходимым сантехническим оборудованием. Кроме того, начинается и благоустройство прилегающей территории. В своем официальном телеграм-канале глава Карачащики Сироши Тимрезов написал, что хотят не просто вдохнуть новую жизнь в постройку 80-х годов прошлого века, но и создать здесь современные функциональные возможности для диагностики и лечения. У пациентов в поликлинике, жителей Учхекена и других населенных пунктов Малокарачаевского района будет еще больше возможностей для того, чтобы следить за своим здоровьем и быстрее выздоравливать. Фермеры Карачащики Сироши могут реализовать продукцию овцеводства в Домоте. Поддержка этой отрасли животноводства является приоритетным направлением развития сельского хозяйства для нашего региона. Ранее по поручению руководителя республики Минсельхозом Карачащики Сироши было проведено совещание, на котором проработали вопрос по сбыту продукции овцеводства в мясокомбинат «Кавказмясо», модернизированный в рамках проекта группы компании Домоты. На сегодняшний день завод готов принимать мелкий рогатый скот, содержащийся в хозяйствах республики, а именно ягнят, возрастом до одного года и весом не менее 27-28 килограммов. Если это ягнят и карачаевская породы, то допускается возраст до полутора лет. На сегодняшний день цены составляют 470 рублей за килограмм тушки мелкого рогатого скота, 230 рублей за один килограмм живого веса мелкого рогатого скота и минус 3%. Необходимо отметить, что цена может еженедельно незначительно меняться. Кроме того, у жителей республики есть возможность реализовывать овец для откорма на площадке группы компании «Домотэ» в поселке Ударном Прикубанского района. Для получения дополнительной информации можно обратиться в региональное министерство сельского хозяйства. В прошлом году в республике было модернизировано 15 отделений почтовой связи. Теперь в них оказываются услуги по созданию, подтверждению, восстановлению и обновлению данных учетной записи на портале госуслуг. И это еще не все. В модернизированных отделениях также установлены уголки здоровья. Это означает, что любой клиент может воспользоваться такими медицинскими приборами, как тонометр, пульсоксиметр и бесконтактный градусник. Год кафедры «Лесное дело» увековечили аллеи Кедра Сибирского. В мероприятии приняла участие министра природных ресурсов и экологии карачачки Сидиана Качкарова. Памятная посадка прошла во дворе первого корпуса Северокавказской государственной академии во главе с ректором Русланом Качкаровым. Министр в очередной раз отметил необходимость профильной кафедры и востребованность будущих выпускников, а также активное участие кафедры в природоохранной деятельности республики в течение всего этого года. МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации будущих актеров из Карачачки Си. Мероприятие состоится 20 и 21 апреля в онлайн-формате на цифровой платформе вебинар от МТС. Таланты поступающих оценит старший преподаватель кафедры и мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Желающим предстоит подготовить чтецкую программу, это басни, стихотворения и прозы небольших по объему, а также песню на выбор и танец. Для участия необходима предварительная регистрация, после этого каждый участник получит индивидуальное время и приглашение. По итогам встреч самые талантливые выпускники республики будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. В свет вышел первый глянцевый журнал об абазинах. На страницах издания читатели найдут много интересного о быте и культуре народа, а также о его достойных представителях. Журнал должен стать еще одним важным источником информации для народа, а также помочь в вопросах сохранения и развития абазинской общности, рассказала команда проекта. Ну и последняя информация. Каратисты Черекеска завоевали в Ростове-на-Дону 19 медалей, где завершился открытый фестиваль «Патриоты Дона» и первенство по Кёку-Синкай. В соревнованиях приняли участие воспитанники Елены Мурадовой и спортивной школы номер 6 республиканской столицы в дисциплинах «Ката» и «Кумите». Торнир собрал около 200 спортсменов из Новошахтинска, Зернограда, Батайска, Черкеска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сухума и многих других городов. По результатам первенства наши каратисты завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. И выше 2000 метров сохраняется лавина опасность. В Черкесске днем кратковременный дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!